Всем привет! С вами Нильгорн. Это игра Life is Bunker. Жизнь в бункере. Игра о постройке бункера. После ядерной войны люди спустились в бункер. Мы этот бункер развиваем. Я когда-то давно уже сделал обзорчик на эту игру, но вот черт возьми, она мне попалась сейчас на глаза, и я так прям не удержался. Нет, я думаю, сделаю я еще видосик по этой игре, потому что тогда у меня получилось, но по определенным причинам не очень хорошо. Я не смог поиграть нормально, так бы как хотелось. Сценарий. Давайте сценарий. Выжить, выжить в течение 50 игровых циклов. Хотя, знаете, обучение я не знаю. Давайте-ка я обучение. Обязательный вводный инструктаж для новых хранителей. Хотя стоит отметить, что инструкции были написаны очень давно, и скорее всего, автором были какие-нибудь тухлые бюрократы, ни разу не видевшие бункер изнутри. Так что, если ты уверен в своих силах и знаешь, как здесь все устроено, думаю, инструктаж можно спокойно пропустить. Обещаю, об этом никто не узнает. Давайте далее. Так, ну тут ВСД. Понятно, ВСД. Куе вращение. Понятно. Вот ФГ. Смотрите, прибавление. Ну, также и мышкой можно, логично. Прикольненько. ЗХ у нас углы. Так, время. Ну, то есть, время ускорения где-то здесь... А, вот оно. Так, понятно. Основные слоя. Водопроводная сеть. Это понятно тоже вот здесь вот. Понятно. Кислород. Ну, 100% окей. Как же в бункере без кислорода? И хранитель должен знать, что помещение бункера можно увеличивать не только вши, но и вглубь мир. Бункер стоит из четырех подземных уровней, уходящих вниз. Для переключения между ними используйте стрелочки. Ну, это тоже понятно. Для быстрого вызова окна бункера можно нажать на таб. Понятно. Хранитель несет ответственность за строительство и расширение бункера. Для этого в его распоряжении находится ряд крайне полезных инструментов. Курсор, базовые постройки, инфраструктура, разрушение. В распоряжении хранителя находятся различные ресурсы. Понятно. Ну, в принципе, знаете, такое обучение. Задача зачать детей. Это вот эта вот штуковина, да? Зачать детей. Давайте. Стадия развития. Хранитель отвечает за распределение профессий среди жителей. Жители бункера способны выполнять различные виды работы. Так, понятно. Нам нужно что-то сделать. Так. Назначить рабочих. Назначить рабочих. Давайте сначала вот так. Нам нужно... А, куда нажать-то? Чего-то немножко потупливаю. Так. События не обучения, не то. Жители. Стоп. Ну да, жители. И мне нужно... Мне нужно назначить... Рабочие есть, но вот... Ну давай... А, а! А, все, понял. И я думал, это вот значки, это как бы они уже есть. Присутствует. Так что давайте вот этого назначим. Вот этого и вот этого. Четверых. Есть. Теперь мне нужно одного мусорщика. То есть, ну понятно, чтобы мусор убирать. Так, ну здесь вот давайте какого-нибудь возьмем такого, который... Блин, смотрите, он также ученый может быть и мусорщик. Представляете? Офигеть. Ну тогда вот так вот мы сделаем. А здесь уберем и сделаем из него мусорщика. Окей, ваш бункер не резиновый. Со временем придется снести парочку стены, выкопать несколько тонн земли, чтобы вместить новые постройки. Бункер можно периодически расширять. Ладно, это понятно. Хранители сосредоточьте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Постройте кровати. Так. Базовый... Так, стоп. Базовые сооружения. Это у нас здесь... Так, не то. Инфраструктура. Вот. Жилая зона. И здесь у нас одноместные кровати. Их вот здесь вот нужно разместить, что ли? А, вращать правой кнопкой мыши. Так. Ну вот, в принципе, я бы... Я бы, наверное, сначала расширил немножко карту. Но вот здесь, я смотрю, какие-то вот эти зеленые... Ой, там личинка. Посмотрите, какая-то личинка. Я бы сначала расширил. Но, ладно, раз такое дело, то мы давайте здесь поставим парочку кроватей. Так, как у нас? Вот так вот, да? А, вот так вот и... Блин, ну вот давайте вот так вот. Почему-то здесь нельзя. Ну ладно. Окей. То есть они у нас сразу строить начинают. И, в принципе... А, шесть кроватей построить нужно. Черт, а вот с шестой кроватью здесь какие-то проблемы прям сейчас. Куда ее вместить-то? Я даже и не знаю, честно говоря. Ха, блин, проблемки. Так, ладно. Вот эту-то пятую мы вместим. А вот шестую, блин. Ну ладно, давайте куда-нибудь вот... Можно было поперек, ну ладно. Пускай как есть, так и есть. Такой саундтрек довольно-таки неплохой. Очень прикольненькая графика. И очень прикольно все сделано. Но очень симпатичненько. Этим и цепляет, наверное, эта игра. Какой-то охранный робот. Нифига себе. Когда-то давно, я помню, таких вещей не было. Хранители, я очень надеюсь, что вы, как и я, не терпите запах пота и фекаль. Поэтому построите два туалета и душевую кабину. Для этого выберите в панели инфраструктуру, нажмите жилая зона, два найдите нужную зону и установите их. Так, давайте расширим территорию, потому что туалет уж, я думаю, наверное, все-таки нужно расширять. Синяя плита, стена, бежий. Там, смотрите-ка, какие-то кроты бегают, господи. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так, интересно, вот это камень они не могут, наверное, раскапывать, да? Так, и как копать у нас? Бежевый, зеленый, голубой, бетон, стена. Странно. Электрокабель. Ага, все понятно. Разобрался. Просто почему-то, почему-то вот это вот, ну как не воспринималось. Так, хотя стены же, да, тоже стены вот таким. А вот это вот, как видите, не убирается. То есть это именно такая порода, которая уже неразрушаема. Давайте посмотрим, как они будут работать. Можно немножечко ускорить. Как видите, они там прям бурят. Прикольненько. Давайте прям вообще ускоряем побыстрее. Так, все, продолжили, все в порядке. Все, исправили свои косячки, как всегда уж, как же без косяков. Так, поехали. Давайте докапывайте быстренько. Воу-воу-воу-воу-воу. Это реально какая-то живность была. Или что, блин? Ладно, окей. Значит, так оно и должно быть. Давайте на нормальную скорость. И вот здесь вот тоже вот так вот быстренько расширим. Раз уж копаете, то копайте полностью. При этом, при всем, они уже могут стены делать. Так что мы давайте вот здесь вот, вот так вот стены закроемся, да? То есть, чтобы нормально было. Блин, туалет бы по-хорошему вот где-нибудь здесь сделать выход-то. И вот у нас территория еще есть. Ну-ка, давайте-ка мы посмотрим, как она там вот будет. Интересно, вообще могу ли я сделать комнату, как сказать. Черт, а почему это... Стоп, нельзя разрушить вот эту часть. А, или ее просто не видно, поэтому нельзя разрушить. Так что ли? Странно. Хм, ладно. Как вот здесь вот с туалетом быть? Я, значит, что-то как-то даже не знаю. Так, дверь у нас ставится. Давайте посмотрим. Бетон красный, так, не то. Давайте здесь туда посмотрим. Вот двери и лифты. Дверь один блок. Ого. И в два блока. Чтобы в два блока, здесь нужно еще приснести немножечко. Вот так вот. И тогда у нас получится. Ага, вот как видите, там и не нужно было ничего раскапывать, потому что там уже как бы и нет ничего. Притом это уже край карты получается. Вот это забавненько. Давайте вот здесь вот тоже еще раскопаем, потому что это территория, получается, под стену идет. Вот. Так, построите душевые кабины. Че-че-че? Краточелла выкопали новую нору. Господи, а где это? А, ну то есть, все, завалили кроточелов. Смотрите, какой-то, чувак, это каска или что? То есть, она убирает пылесосом нору кроточелов. Что, блин? Ладно. Окей. Синяя плитка. Вот здесь вот бетон. А как вот? Воу-воу-воу-воу. Это типа слабые подземные толчки. Ну ладно, как бы сильно не разрушилось, но как-то все равно страшновато. Так, вот здесь давайте такую дверь. Здесь мы еще. Давайте вот так вот уберем. Блин. Вот так вот уберем. Вот это вот так. И здесь вот так вот уберем. И это мы назначаем, чтобы они убирали. И здесь вот единственное. Вот так вот я хотел бы стены сделать. Так, серые. Вот это бетон, наверное, все-таки. Ну-ка, давайте попробуем сделать. Так, по-моему, это бетон все-таки. Потом мы назначаем еще. Блин, я, знаете, как будто в эту игру играл постоянно. Прям вот настолько все легко понимается. Так, жилая зона. И мне нужен туалет. Душевая кабина. Так, надо построить. Две душевые кабины. Говорит. И туалет. Так что здесь у меня сначала будет раз, два, три. Ну, хотя, ладно. Пускай вот три кабины, туалеты у меня здесь будет. А вот здесь вот мы сейчас. Вот так вот. И вот так вот. Прям вот так вот здесь тоже. Вот так вот сделаем. Так, вот так вот. Так, так вот. Там не раскапывается. Все. Здесь сейчас мы сделаем ванны туалет. Ой, ванну. То есть, окей. Так. Вот так вот переходим. Так. И в принципе все в порядке. Построить душевые кабины. Ну, сейчас давайте ускоряем. И мы сможем построить быстренько душевые кабины. Здесь же мы прямо уже сразу же можем делать проход. Вот так вот. И вот так вот. Два делаем прохода. Давайте быстрее раскапывайте, господа. Быстрее, пожалуйста. Там кто-то опять появился, по-моему. То есть, они у меня сейчас такие, знаете, потные, грязные. Потому что им негде, собственно. Здесь давайте красную плитку сделаем. Так. И вот еще вот здесь вот это снесем. Так. Красную плиточку везде сделаем. Так красиво будет у нас. Душевые кабины с красной плиточкой будут. Ну, черт, а что рушится-то все? Что-то как-то я бы, честно говоря, не хотел бы в таком бункере жить, в котором постоянно какие-то обвалы происходят. Еще что-то типа такого. Блин, как-то сурово на самом-то деле. Надо вспомнить. Давайте еще... Еще детей сделаем. Это же как бы нехорошо. То есть, вот они растут. Господи, что это за ребенок? Это какой-то... У него длинные руки, очень большая голова. Или это прическа такая? Афро-ребенок, что ли? Ну, что-то как-то жестко. Так, ладно. И вот в какую... А, вот. Хотя я могу вот так вот сделать. Вообще круто. И вот потом еще здесь можно будет расположить, если я захочу. Но, смотрите. Хотя, ладно. Мне, наверное, об этом расскажут. Я так понимаю, им же нужно будет подключить воду и тому подобное. Блин. Что там опять? Так. Ну, давай. Давай кабинку уже. Е-е-е. Вот. Вот видели, да? Вечно у меня так. Надо было вырыть одну комнатку, туда все напихать. И все. Проблема у него нет. Я что-то заморочился. Какие-то комнаты. Все что-то... Так. Здесь строительство туалета и душевой кабины произошло успешно. Однако, некоторым объектам для работы нужна вода. Чтобы жители могли начать пользоваться новыми удобствами, подключите построенные кабины к общей системе водопровода. Для этого переключено... Так. В общем, понятно. Здесь нужно, давайте, вот так вот на водопровод мы переключаемся. И вот, вот как видите, здесь везде вода. Туда же видно трубки подключенные. Так. И теперь нам надо как-то подключиться. Я вот где-то... Вот. Электрический. Нет. Нам нужно введенной кабель. И вот так вот трубы подключаем, значит. И вот интересно. Они вот здесь вот смогут подключить вот это вот? Сейчас посмотрим. А, хотя здесь же... Да. Вот. Стоп. Смотрите. Они... Вот здесь вот труба шла по стене, значит... Хм. Значит... Но вот там вот они не смогут же пройти так. Ладно. В принципе, самый простейший вариант подключения, да? То есть... Это вот что-то типа... Вот такого. И здесь вот так вот. Оп. Я слышу, что как будто бы... Ммм... Кто-то писает, что ли, или где-то... Так. А... А, блин, все, понятно. Я думаю, как же перейти в нормальный режим? Все. Разобрались. Так. Блин, прикольненько на самом деле. Все просто и все элементарно. Пока что все так, знаете, прям так... Ну, хорошо и интересно. Так. Подведите под водопроводный труб к душевым кабинам. Двум штукам. Сейчас где-то они, наверное, идут. Да, инженеры? Вот этот, как видите, не рабочий еще. Мигает что-то. Стра... Стоп. Я... Я что-то... Я, видите, случайно, похоже, одну трубу убрал. И она не подключена. Вот видите, мигает, не работает. А, вот теперь работает. Так, постройка буровой установки. В общем, короче, мне нужно буровую установку построить. Одну штуку. И здесь, кстати, вот прям вот эта буровая установка. Так, давайте тогда мы, значит, вот здесь так раскапываем. Вот так, вот так, вот так вот. Сейчас все красиво здесь сделаем. Вот так вот. Так вот это убираем и... Ну, как-нибудь так вот давайте. Давайте, ребятки, начинаем копать, короче. Постройте буровую. Что-то опять какой-то достигло совершеннолетия. Теперь она будет работать наравне с остальными. Это круто на самом деле. У нас новый, новый житель. Так, буровая установочка. Так, скорость давайте понизим. А то я сейчас... Немножко могу переторопиться. Очиститель воздуха. Помпа. Смотрите, электрический щиток. Мини-реактор. Постройте буровую установку. Так что, найти бы надо ее. Так, производство. Вот буровая установка. Давайте ее ставим. И, скорее всего, к ней же сразу же нужно будет подвести электричество. В принципе, знаете, обучение уже можно быстрее. Быстрее обучение как бы продвигаться. Потому что сейчас нас обучают таким уже элементарным каким-то вещам. То есть, видите, теперь нужно подключить электричество. Ну да, конечно. Вот смотрим, допустим, где у нас сети. Вот зеленые трубы. Это у нас как раз-таки электрическая сеть. И, кстати, вот эту дверь нужно было тоже подключить к электрической сети. Без нее у нас нет электричества. Так что мы электрический провод. Вот так вот, значит. Так. И теперь давайте просто вот так вот сделаем. Вообще без лишних каких-то запар. Как видите, там сразу они начали что-то делать, что-то производить. Так, есть. Хранитель, хранитель, руда. Это всего лишь сырье, чтобы строить новые объекты. Нам нужны строительные материалы. Постройте электротрактор для переработки руды в строительные материалы. Блин, прикольно. Прикольненько. И, знаете, вот в лучших традициях какой-то стратегии, да, экономической или что-то типа такого. И вот, знаете, очень сильно похожа игра на Dungeon Keeper 2. Была такая игра. Ой, что-то сломалось. Если вы назначите ниже эра, он тут же пойдет, устранит поломку. Хранитель, мы зафиксируем падение уровня кислорода. Так, давайте, так. Значит, нам нужно назначить инженера. Так, стоп. Инженер, ну вот, собственно, да, то есть мы назначаем инженера, он у нас начинает чинить какие-то предметы. Это круто. То есть у нас, вон, как видите, очиститель воздуха сломался, и как раз-таки кислород начал падать. Но сейчас, я думаю, починят, и все будет нормально. Смотрите, здесь территория, куда-то обвал, разлом. В разломах можно построить лифты. Круто. Так, построите электротрактор. Так, скорость давайте уменьшим. Электротрактор, подведите электрические кабели к экстрактору. А, экстрактор. Так, окей. Экстрактор без проблем. Где он у нас? Вот он. Где-нибудь давайте его вот здесь вот забабахаем. Можно его повернуть вот так вот. А, ему нужно бетонное основание, мне пишет. Так, без проблем. Давайте здесь все просто вот забетонируем вообще. Я, честно говоря, сейчас такое понял, что я даже не смотрю, нужны ли для этого какие-то ресурсы. Для этого нужны вот этот вот. Что это такое вообще? У меня его тысяча может храниться. И это строительный материал просто пишет. Странно. Девочка гуляет где-то там в пещерах. Это какие-то, что это, трава какая-то растет? Или что это такое? Блин, тут кто-то вылез, кого-то грохнули. Окей, вообще без проблем. Давай. Почему робот только вот этот вот робот как-то он... А, его можно... Оу. Ему можно было передвигать, оказывается. А я-то и не знал. Так, ладненько. Давайте скорость уменьшим. Так. Я думал, может быть... Так, я понял, как скорость. 4, 5, 6 можно на кнопочки нажимать. И тем самым настраивать скорость. Так. Давайте его построим. И ему сразу же нужно подключить электричество. И электричество это... Давайте вот так вот попробуем. Интересно, так получится сразу. Честно говоря, я даже не знаю, как экстрактор подключается к электричеству, чтобы вот так вот рисковать. Как видите. Оп. Он уже готов. Мы уже сразу подключили. Хранилище. Как хранители вы должны знать, что добытая руда и строительные материалы хранятся в специальных хранилищах. После постройки хранилища вы должны выбрать, какой вид ресурса будет в нем храниться. В противном случае хранилище будет пустовать. Окей. Я понял. Так. Давайте скорость понизим. И мы сейчас немножечко вот здесь вот так вот вскроем вот этот пласт руды. Мне интересно посмотреть, что там за ним будет. Так. И давайте ускоримся. Давайте, 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 давайте. Так. И давайте посмотрим сразу. Вот это и инкубатор. Нет, не то. Хранилище. Хранение. Вот. Хранилище. Холодильник. Хранилище. Хранилище. Руда, строительные материалы. Так. И вот их можно, как видите, вот сюда вот ставить. И давайте вот так вот поставим сразу несколько штук. Почему бы нет? Сейчас посмотрим. Скорее всего, им тоже электричество нужно будет. Или еще что-нибудь типа такого. Где-то опять обвал. Так. Электричество. Так. Здесь мы ставим. Давайте вот так вот. Здесь готовый материал. То есть у нас, видите, готовый материал вырос до 500, 1500. И здесь до 1500 тоже вырос. И как бы все нормально. То есть переработка началась. Хранение есть. Хранилище готово. Далее строим поломки. Ремонт инженеры. У хранителя бункера очень много обязанностей. Поэтому на починку и обслуживание объектов отвечают инженеры. Кухня. То есть по поводу кухни теперь. Так, стоп. Давайте замедлим скорость. Но, наверное, ребятки, я на этом буду заканчивать. Потому что мы начали добывать руду. Это, конечно, круто на самом деле. Но теперь вот мне говорят сделать кухню. И, скорее всего, кухню я буду делать уже более так грамотно. Потому что хотелось бы кухню такую, знаете, отдельную сделать. Поэтому, наверное, я здесь вот так вот. Я прям вижу здесь такой вот, как сказать, кусочек, который можно оградить. И сделать здесь кухоньку. Вот здесь вот. По-хорошему где-нибудь, да? То есть вот это вот мы тоже снесем все. И будем делать кухню. Но это уже будет следующая, наверное, серия. Наверная серия. Я не просто так говорю. Потому что все зависит от вас, ребят. Если вам игра понравилась. Если вы хотите увидеть продолжение. Или увидеть, как я прохожу именно сценарий. То пишите в комментариях. Возможно, со временем можно сделать стрим по этой игрушке. Решать только вам. И всегда выбирать только вам. Всем всего. Спасибо за просмотр. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок